В принципе, события последних 20 лет в мире показали, что ни одно государство не имеет гарантии против угрозных вызовов, которые исходят от террористов. То есть коллективный запад условный, он в этом плане един по отношению к своим противникам. Ну и, наверное, в этом смысле мы тоже должны учиться тому же, потому что хоть и угрозы могут быть разные, но вот сама способность вместе реагировать на эти угрозы – это важно. Безусловно, как и ранее сказал, актуальность ОДКБ не оспаривается, поскольку мы видим огромный потенциал вызовов и угроз. Членами ЕС больше государства нашего региона не станут. Как бы там ни были обещания Молдове, Грузии, Украине, мы все понимаем, что этого уже не будет. 26 мая в Ереване состоялась международная конференция, приуроченная к 30-летию подписания договора о коллективной безопасности и к 20-летию образования самой организации. И сегодня у нас в гостях международные эксперты, участники конференции, политолог, общественный деятель из Республики Беларусь Алексей Дермонт. Добрый день. Добрый день. И политолог из Таджикистана Ширали Ризайон. Добрый день. Добрый день. Спасибо, что приняли наше приглашение, пришли в нашу студию. И вчера много обсуждалось о современных вызовах, которые стоят перед нашим регионом в целом и перед организацией ОДКБ. И вы тоже в своих докладах определяли, отмечали, какие основные вызовы сегодня есть. На ваш взгляд, вот за 30 лет существования договора и за 20 лет существования самой организации, насколько организация, она состоялась, уже сформировалась и отвечает вызовам и задачам, которые перед ней поставлены? Ну, нам нужно исходить, прежде всего, из цели организации. Все-таки, с одной стороны, мы должны были сохранить контур безопасности после распада Советского Союза и удержать наше государство от рисков и угроз, с которыми мы сталкивались. То есть, в значительной степени это все удалось сделать. То есть, сегодня наше государство, в общем-то, состоялись все, уровень безопасности в достаточной степени обеспечен. И организация в этом тоже активно принимала участие. Да, у каждой страны есть своя специфика региональная, потому что региональная ситуация разнится. В Центральной Азии свое, в Закавказе свое, на западных рубежах свое. Но, тем не менее, везде есть некая общая рамка, общая структура. И в этом смысле организация состоялась. Она свой функционал выполняет. А на ваш взгляд? Если исходить из той ситуации, которую мы видим в Центральной Азии, безусловно, подписание договора и далее формирование такой многоформатной структуры, как ОДКБ, оно показало и доказало свою необходимость, поскольку за 30 лет тот характер вызовов и угроз, которые были, они остаются. И в этом ключе ОДКБ играет очень существенную роль для снижения рисков или выступают как фактор сдерживания тех заинтересованных групп, которые могут осуществить политику, которая может, в принципе, уменьшить потенциал безопасности. В первую очередь я имею в виду террористические группы, которые находятся в Афганистане, поскольку там и, к сожалению, есть боевики центрально-азиатского происхождения, которые в первую очередь угрожают своим странам. Вы вчера в своем докладе говорили, что как раз угроза, которая исходит из Афганистана, и Афганистан является южным рубежом, как ОДКБ, касается не только ближайших стран, соседствующих стран, но и Вы сказали, что Вы обнаружили, что эта угроза распространяется вплоть до Закавказья, вплоть до Армении. Как Вы видите, как может эта угроза быть актуальна здесь? В принципе, события последних 20 лет в мире показали, что ни одно государство не имеет гарантии против угроз и вызовов, которые исходят от террористов. Что мы видим сегодня в Афганистане? Эта территория стала такой зоной, благодатной зоной для развития и для деятельности террористических групп, и в этом ключе рост рисков и угроз, которые исходят из Афганистана, страны, северные страны, в первую очередь, соседние страны, Центральной Азии, могут существенно повлиять на ситуацию в целом на постсоветском пространстве. Вы прекрасно знаете, что Талибан, как и во время своего первого правления, запретили производство или хозяйство выращивание мака, и все дело ведется к тому, что они хотят уже полностью монополизировать процесс до процесса производства. И в этом ключе не секрет, что Афганистан выступал также местом производства, был одним из мировых лидеров по производству наркотических средств. Поэтому элементы угроз и вызовов, которые формируются в этой стране, они, безусловно, влияют в том числе и на закавказские страны. Алексей Валерьевич, Вы вчера в своем догладе говорили о необходимости выработки солидарной позиции ВОДКБ. Можете подробнее об этом рассказывать нашим зрителям? Да, мы сегодня сталкиваемся, по сути, с блоковым противостоянием, потому что сейчас против России, да и Беларуси тоже выступает фактически весь коллективный запад. И они там жестко дисциплинируют всех внутри своего блока, своих организаций. То есть, если США, Британия вводят первые санкции, то все по очереди потом, включая европейские государства, а также Япония, Австралия, подключаются. То есть, коллективный запад, условный, он в этом плане един по отношению к своим противникам. Ну и, наверное, в этом смысле мы тоже должны учиться тому же, потому что хоть и угрозы могут быть разные, но вот сама способность вместе реагировать на эти угрозы – это важно. Мы показываем миру, что наши государства действительно сплочены, что не в одиночестве мы находимся, друг другу помогаем, друг другу можем серьезно помочь справиться с вызовами. Это просто повышает имидж организации, ну и, условно говоря, может привлекать в том числе и новых членов, которым нужна помощь в обеспечении их безопасности. Таких государств в мире немало, и не все они хотят подчиняться Западу. — Вчера также говорилось о формировании новой системы безопасности бывших стран СССР. Как Вы видите формирование новой системы? И в каких условиях это происходит? — В условиях крайне тяжелых. Мы вступили в фазу конфликтов по всему периметру наших границ. Я, конечно, разделяю озабоченность коллеги из Таджикистана в отношении того, что в Афганистане происходит. То есть не нужно успокаивать себя, что американцы ушли, и там будет все спокойно. Нет, регион очень взрывоопасный, и при этом направленность этого взрыва может быть в разные стороны. То есть это и Россия, конечно, и страны Центральной Азии, и Китай, и Индия. То есть, ну, очень такой регион горящий в этом плане. Поэтому внимательно нужно относиться к тому, что там происходит, потому что коснется это всех. Начиная от терроризма, наркотрафика, ну и всего того, что, скажем так, там происходило и происходит. То же самое за Кавказе. Регион примыкает к Ближнему Востоку, где тоже далеко не все спокойно. Где и Ирак, и Сирия, в общем-то, горячие точки. И есть, скажем, очевидная и амбиция у Турции, которую она реализует тем или иным способом. Это не всегда может совпадать с нашими интересами, это тоже нужно понимать. Ну и сейчас горячая фаза на западном направлении, Украина и все, что вокруг этого происходит. То есть ситуация острая. Но в этих условиях мы как раз и должны оттачивать наше союзничество, вместе, скажем, отстаивать наши интересы, суверенитет, безопасность. Пусть в таких не совсем, скажем так, тепличных условиях, но, мне кажется, организация там может пойти на пользу. Мы потренируемся, мы поймем, где у нас есть какие-то недоработки и сделаем нашу организацию действительно эффективной. А вам есть что добавить по этому вопросу? В принципе, я на организацию и то, что происходит, смотрю с позиции того, что мы видим из Центральной Азии, из Душанбе, то здесь, безусловно, как и ранее сказал, актуальность ОДКБ, она не оспаривается, поскольку мы видим огромный потенциал вызовов и угроз. И первоначально, я думаю, было бы очень целесообразно определить общие вызовы и общие угрозы, которые имеются странам, государственным членам, и, исходя из этого, уже работать по актуальным направлениям. Поскольку три региона, там, Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия, это очень разные регионы с разными положениями и разными угрозами и вызовами. Поэтому унификация угроз и вызовов, она первоначально могла бы, хотя бы на экспертном уровне, посодействовать тому, что мы имеем и как мы должны это понимать, и как мы должны осуществлять свою деятельность для нейтрализации реальных и потенциальных угрозов. Вчера некоторые эксперты, я даже скажу, многие эксперты отмечали тенденцию и необходимость движения, общего движения в сторону формирования единого союза, Евразийского союза, потому что есть Евразийский экономический союз, есть ОДКБ, как военно-политическое образование. Насколько вы видите сейчас эту тенденцию, что мы уже движемся, и насколько вероятно, что в ближайшем будущем это на самом деле реально и состоится, как союз такой? Я в этом плане буду смотреть реалистично, поскольку те тенденции, которые происходят в постсоветском пространстве, говорят об обратном. Это такие реальные процессы, которые есть. Но к этому нужно стремиться, поскольку это очень важно в понимании того, что политика, которую реализуют региональные и глобальные игроки, например, в Центральной Азии, она существенным образом отличается от той ситуации, которую мы имели 10 лет тому назад. И поэтому, что касается общего союза, в Таджикистане изучают процесс, и неоднократно наши чиновники, руководители министерства об этом говорили. Но, несмотря на это, вы прекрасно знаете, что Таджикистан участвует во всех мероприятиях, которые проводятся в рамках межгосударственных структур, которые созданы уже после развала Советского Союза. К этому есть большая необходимость, но существует много вопросов и много тем, над которыми хотя бы первоначально должны подискутировать и обсуждать эксперты. То есть общество, не только экспертное общество, а общество в целом готово к такому развитию, вступлению в Союз? Или еще нужно время, годы, чтобы общество подготовить? Ну, положительные нарративы в обществе, у нас, если вы имеете в виду нашу страну, нашу региону, то они наблюдаются. Но также существуют другие альтернативы, например, та же самая инициатива «Пояс и путь Китая», которая очень активно освещается в информационном пространстве Центральной Азии. И я бы мог туда здесь указать формат С5 плюс 1, который инициирован Соединенными Штатами и который тоже в рамках этой деятельности осуществляется реальный проект. Также можно сказать стратегию ЕС по Центральной Азии, которую они недавно вторую приняли, и в рамках этого тоже осуществляется деятельность. Но в рамках союза, о котором сегодня обсуждалось, вчера на конференции, кроме, к большому сожалению, кроме слов, никаких дел нет. И мы как-то привыкли просто говорить и дальше не заниматься реальными, я не знаю, совместными проектами. Хотя бы на уровне культурно-гуманитарного сотрудничества. Поэтому, когда я сказал вам о том, что в реальности это очень сложно, это говорит о том, что очень мало культурно-гуманитарных проектов, которые направлены не на одну прослойку населения, а на широкие группы населения. Я думаю, что мой коллега из Беларуси с этим может согласиться, потому что в информационном пространстве нашего подсоветского пространства мы видим очень интересные тенденции. Вот как раз, обращаясь к коллеге из Беларуси, хочу отметить, Беларусь больше всех остальных стран интегрирована в рамках союзного государства с Россией. И, наверное, вы не знаете, но в Армении с прошлого года есть движение, которое выступает именно за вступление Армении в союзное государство Россия-Беларусь. Во-первых, как вам видится такое расширение союзного государства? Или эта интеграция может быть в форме Евразийского союза? Видите ли вы вообще такие тенденции на постсоветском пространстве? Ну, такие тенденции есть. Есть, с одной стороны, центробежные тенденции, есть центростремительные. И я знаю, что в Армении, в общем-то, выбор в пользу союза с Россией в той или иной форме – это выбор большинства. И когда мы говорим о политическом союзе, либо в форме союзного государства, либо в форме Евразийского союза, который из экономического может стать политическим, то в этом перспективы, конечно, есть. Я это могу только приветствовать, потому что я, в принципе, являюсь сторонником интеграции на постсоветском пространстве. Другое дело, что в Армении действительно нужно мощное движение народное в поддержку этого союза, чтобы это было всенародное решение, чтобы, допустим, если мы говорим о «двойке» Беларусь-Россия, чтобы мы видели, что, значит, армянский народ принял осознанно, добровольно это решение, и мы дальше будем уже, значит, запускать процедуру. Либо же, если все-таки мы говорим о Евразийском союзе, там тоже есть партнеры, которые пока политическую интеграцию откладывают или выводят за скобки Казахстан, и с этим тоже нужно работать. Это серьезное государство, и нужно, в общем-то, поработать и с общественным мнением, и с элитами. Но работа эта необходима, она в любом случае приведет к результату, я в этом уверен, потому что процессы ускорятся, интеграция. Этим нужно заниматься, нужно разъяснять обществу, ради чего это делается, чтобы была не иллюзия, что вот, мол, у нас есть выбор, там, Запад или Восток. Никакой Запад никогда никуда Армению не интегрирует, это нужно понимать. Членами ЕС больше государства нашего региона не станут. Как бы там ни были обещания Молдове, Грузии, Украине, мы все понимаем, что этого уже не будет. Я всегда шучу, когда Украина станет членом ЕС после Турции, а Турция когда? Никогда. Вот, это то же самое касается всех нас, поэтому нам придется заниматься собственной интеграцией. Но важно, чтобы и общество, и элиты этот процесс поддерживали, и потом это выносить уже на уровень руководителей, подвигать их к тому, чтобы они начинали реальный процесс объединительный, как когда-то вот сделал Лукашенко, и вместе с Борисом Николаевичем Ельцином все-таки сохранил эту форму союза, и она до сих пор работает, и, в общем-то, эффективно, что показывают события на Украине, особенно в военно-политической сфере. А ну, вот, Союз России с Белоруссией, особенно с прошлого года, да, уже вышел на новую ступень? Да, да. И вы видите эффективность этого? Да, еще до вот этих событий, до военных действий, были подписаны так называемые 28 союзных программ углубленной интеграции, целью которых является следующее, по сути. А два государства, одна экономика. То есть, когда мы выходим на фактически полную кооперацию двух экономик, у нас сохранилось много промышленных компетенций, технологических. Вот вчера Путин заявил о том, что достигнута договоренность с белорусами по поводу микроэлектроники, микропроцессоров. То есть, будут инвестиции в наше производство, которые сохранили то, что сейчас России не хватает из-за санкций Запада. И, ну, вот это такой, по сути, базис экономический для дальнейшей интеграции. То есть, мы подтягиваем экономику до полного такого монолитного состояния, чтобы пережить санкции. Ну, и дальше будем двигаться. Финансы, возможно, единая валюта. У нас армия очень тесно интегрирована. То есть, этот процесс идет, это самое главное. Он дает результаты. Позволяет экономикам наших стран справляться более-менее сносно с этим санкционным ударом. Уважаемые эксперты, большое вам спасибо за интересное интервью. Спасибо. Спасибо.